МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадиокомпании Гомель, в студии працуя Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Без серьезных правопорушений и здоровья, первый день Нового года отрывался спокойным для представников правоохранных ведомств региона. Лепший подарунок до свята первого студеню в области народилось 5 немалят. Час судов и чарауництва. Доброчинная акция «Елка жаданья» прочла в резиденции Деда Мороза на площади Ленина в Гомеле. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Без злачинства и серьезных здоровья, первый день Нового 2020 года для правоохранников региона отрывался относно спокойным. Усе пероцвяточные и святочные дни, они працуют во узмосненном режиме. Право-парадок забеспечивают супрацовники внутренних справ и военнослужащие внутренних войсков. Особливая увага – место массовых гуляння. На территории Гомельской области у делу святочных мероприемствах, присвященных сустрече Нового года, приняли коля 45 тысяч человек. Первая важная большинство – зык у областных центров. Сдарение у злачинства альбо администрационных правопорушений не зафиксовано. Однако для некоторых все ж таки урошистости завершились неудало. Потерпели аматоры пиротехники, все свернулись за медицинской допомогой. В первых растудине зафиксованы три выпадки, и все – по замежаме места у массовых знаходжений людей. Мечтым, в эти дни правоохранники не только забеспечивают правопорадок на улицах, но также проводят профилактическую работу и проверяют интернаты, у которых проживают студенты. А пошли рейд – за краном замежных граждан. Помимо проверки документов на наличие всех необходимых отметок о пребывании, милиционеры проводили профилактические беседы по недопущению социальных форм поведения среди студенческой молодежи. Также с воспитателями общежития проводились беседы на тему выявления проблемных вопросов в работе с иностранцами. Спокойная ситуация и на дорогах региона. На первый день Нового года отбылось несколько дробных ДТЗ. Водители и пассажиры не потерпели. Значная нагрузка у супрацовников Державной инспекции была 30 и 31 Снежня. Транспортный коллапс назирался каля буйных, гандлевых центров и рынков. Инспекторы допомогали выезжать водителям и переходить дорогу пешеходам. Первого студента было больше спокойно. Зафиксовано 16 дорожно-транспортных здоровьев. Во всех выпадках потерпели только автомобили. Яны отрымали невеликие механичные пошкоджения. Одна из главных причин ДТЗ – нить вярозы стан водителям. Выявлено 14 порушальников. В связи с чем, супрацовники ДАИ нагадывают об том, что протягивается республиканская акция по продухелении пьянства за рулем. Госавтоинспекция по всей республике Беларусь продолжает проводить акцию «Трезвость. Норма на дороге». Акция продлится до 7 января и направлена на профилактику ДТП с участием пьяных водителей, а также пьяных пешеходов и велосипедистов. У период новогодних святов на территории Гомельской области сдарилось 7 пожаров. Обойшлося без охвяр. Однако у двух выпадках с местом сдарения вырытывали людей. Так, 31-го снежного 5-го один ранецы горы удравляны будавнейший вагон у поселка Комунар Будокошалевского района. Увы, не ку пожару пошкоджены дах и майомость. А так само с запеком руки был шпитализованный 23-годовый сторож. Мышина спробовал потушить пожар самостойно. Другий выпадок отбылся у вёсце Рудня-Теляшовская Гомельского района. 1-го студеня у 16-го один вырытывальники тушили цягляны жилы дом. До прибытия МНС сусед вырытывал за огню сына господини дома, 37-годового непрацующего мужчину. После огляду урачов его шпитализовали с диагнозом отручивания чадным газом. В вынику пожару знищена майомость у покоя. Причины обо двух сдарения высветляются. Головная версия – неосторожное обыходжение за огнем при куренне. Уже в текущем 2020 году спасателями области осуществлено 94 выезда, в ходе которых ликвидировано 8 пожаров, на которых спасено 2 человека. Основная причина произошедших пожаров – неосторожное обращение с огнем. Зачастую это курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. Также по информации учреждений здравоохранения, в новогоднюю ночь при использовании пиротехнических изделий получили травмы различной степени тяжести 7 граждан. Гомельское областное управление МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с пиротехническими изделиями и огнем. Не курите в постели, а в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно вызывайте спасателей. Берегите себя и своих близких. Первой новонародженной в Гомельской области селета стала девчонка. На 15-й хвилине 2020-го в Житковичах Анастасия Улискова народила малую вагой 3 килограмма 170 граммов и ростом в 52 сантиметра. Усягу первого студента в регионе заявилось опять немовлят. Наш корреспондент Ганна Корольчук наведала областный клиничный родильный дом и погуторала с женщинами, которые стали мамами в новогоднюю ночь. Для супрацовников Гомельского областного клиничного родильного дома новогодняя ночь на здеуленье прошла спокойнее, чем случайно. У первой сутки 2020-го на свет появились только трое новонародженных и все хлопчики. Гомельчанка Виктория Тулуп чекала своего сына другого Снежня, однако малый вырышил стать соправдным новогодним подарунком для батьков. Народился ранницей первого числа, богатыр вагой 3,790 и ростом 57 сантиметров. Дома его вельми чекается стричка. Роды прошли хорошо, персонал очень понравился. Мальчишку мы вот себе родили. Разница у нас где-то к 11 лет. Да, это вот старшая моя доченька загадала на Новый год братика или сестричку. Спустя 10 лет вот долго-долго ждали. И вот получился на Новый год. Ну вот так, такое у нас счастье, да, маленькое. Другие роды тут принимали амалю 17 годин, и они проходили методом кесарова сечения. Женщина народила двойню. Недоношенные хлопчики и их мати зараз находятся у реанимации в стабильном стане. Для выхаживания недоношенных детей в условиях отделения реанимации созданы все необходимые условия. Поэтому за их состояние и здоровье нам не приходится волноваться благодаря слаженной работе наших детских реаниматологов. До речи в родильном доме есть свои новогодние предметы. Личится, что на роджение хлопчиков означает активность. Урачи сподяются, что наступный год подарит шмат юных гомельчан и повысит на роджальность. Усяго летость в уголовном родильном доме Гомельщины заявилась около 2000 детей. А самой старшей мати был 51 год. Основная возрастная группа родов – это от 25 до 30 лет. Хотя встречаются и возрастные, первобеременные, 51 год повторно родящие, возрастные 45-46 лет. У первой сутки Нового года в Гомельской области народилось две дяучинки и три хлопчики. В ближайшие дни с подарунками и веншаваниями до их мати приедут представники громадских организаций. Гана Корольчук, Василий Осипцов, Телерадио, компания Гомель. До тех, кто не смог прийти на новогоднее представление, Дед Мороз завитал сам. У Гомеля казачный десант наведал городские больницы и выканал жадание тех, кто состракал Новый год в палатах. А вера отсюда, как вядома, допомагает здороветь и набираться сил. По больничных калидорах на оленях не проехать. Дедули и внучки загадя продумали пешие маршруты. Такой концентрации казачных героев медгородок я еще не бачил. Больниц шмат, треба зазернуть у кожную палату. Это отделение микрохирургии ВОКа для малых. А ле сёння усе процедуры адмянили. Усё ж таки Дед Мороз у гостях. Да я ше и не один. А гэта знашить горы прысмака с доставкой и шмат усмешек у отказ. Мы очень много конфет приготовили еще осенью. Это было очень много тонн. Я даже не помню, Снегурочка, сколько там, скажи. Ой, мне где-то записано. Записано? Около сотни тонн. Сегодня детяши мары справжаются литерально по одному взмаху. Остановшие эмоции обовязково ведут до худшейшего выздоровления. Урачи называют гэта терапия добром. Проверана, працуем. Я впервые вижу столько Дед Морозов и Снегурочек в одном месте. Мне подарили подарки. Очень много конфет. Мне все карманы в конфетах. Вы знаете, вот у нас был шквал эмоций, когда мы в окно увидели вот это шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Просто захватило дух. И нету слов даже от эмоций. Марафон добра обвестили за тыдень. Долучиться до новогоднего десанта и стать Дедом Морозом мог любой жадающий. Обовязковых умов две. Червоный костюм и добрый настрой. У нас дети маленькие делали своими руками. С оправданного новогоднего отсюда до речи шакают не только дети, але и дорослые. Это ж махчимость загадать жадание, якое обовязково сбудется. Все-таки веселей, конечно, когда есть внимание. Марафон добра продолжится усе новогодние святы. За этот час Деды Морозы наведуют выхованцев дитячих домов и особные семьи. Малых шакают песни, танцы, веселые гульни и карагоды. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». Марафон добрых справ в регионе протягивает акция «Цуды на коляды». Ее ладить Белорусский Республиканский Союз Молоди. В каждом районе проходят святочные ранешники и концерты. Так само организаторы приезжают до детей с подарунками. В агрогородку Негалка Будокошалевского района гостей сустракали в четырех семьях. Подробязности далее в сюжете. Семья Кузьменковых самая великая из тех, до кого завитали представники БРС. Вольга выховывает шестерых девочинок. Старейшей Ксении – 12, а молодшей Вероници – 2 годы. Гостей сустракают у сей дружной семьей коля новогодней елки. Спочатку отчувается невеликое хвалявание, однако оно проходит литерально про схвелину. Дед Мороз и Снягурка пропануют веселые гули и викторыны. Покой наполняется звонким смехом и святочной атмосферой. Казочные персонажи разом с детьми водят карагод, танцуют, спевают и читают верши. Наша елка велика, наша елка высока. Выше папы, выше мамы достает до потолка. Как блестит ее наряд, как фонарики горят. Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят. Будем весело плясать, будем песни распевать. Чтобы елка захотела в гости к нам прийти опять. Акция «Отсуды на коляды» стартовала на початку Снежня. Яна Накерована на допомогу шмадзетным, меня полным семьям, батькам, которые выховывают детей инвалидов. Активисты БРСМ организовали пункты приема подарунков и каждый, жадающий, имею мягчимость принять удел. Сбирали цацкие, канцелярские принадлежности отдельно. Головная задача – охопить тепленье и клопотом по мягчимости кожного. Дарить ребятам праздник, дарить хорошее настроение – это всегда важно, ценно. Это нужно, об этом нужно говорить, этим нужно заряжать других. И приятно отметить вдвойне, что в этом году к этой акции присоединилось рекордное количество наших первичных организаций. Это не только учащиеся, но это еще и работающая молодежь. И наша главная, наверное, задача – не оставить никого без внимания, дойти до каждого ребенка. Дмитрий Котов, Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» с Будокошелевского района. Свято отсюда и чарауниство. Доброчинная акция «Елка жаданев» прошла в резиденции Деда Мороза на площади Ленина в Гомеле. Свято створили для выхованцев Гомельского городского социально-педагогического центра. На перед дни Нового года 29 хлопчика и девчонок написали свои жадания на шаровных новогодних шарах. Сирот их – ляльки, конструкторы, роботы, самокаты и навод набор цырульника. Подлетки больше текавились аксессуарами для гаджетов. Под час свято все они отримали заповедные подарунки от Деда Мороза и Снягурки, а так само приняли уделы в гульнявой программе. Спасибо! Как тебя зовут? Саша. А сколько тебе лет? Пять. Что ты просила у Дедушки Мороза? Куклу. Как тебя зовут? Алина. Восемь лет. Что ты просила у Дедушки Мороза? Колонку. А почему у тебя колонка? Чтобы слухать музыку. Ты довольна, нравится? Да. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Гаррина. Пять. Что ты просила у Дедушки Мороза? Кому тебе подарок? Кукла. Коляска. А ты посмотрела уже, тебе нравился? Мероприемство проводилось городским выконавшим комитетом в рамках республиканской акции «Наши дети». Специалисты и кировники горвыконкома с задовольнением увособили уже все жадание детей, которые по разных обстоятельствах оказались обделены батьковской любовью и клопотом. Выники работы Галины Аховы здоровья подвели у Калинковича. Минулый 2019-й медики назвали удалым. У больницы и родильном доме з'явилися палаты класса «Люкс», стоматологичная поликлиника обновила обсталявания, новая техника в операционных и диагностичных кабинетах. Про это и не только в сюжете наших мазырских коллег. Докладная диагностика, якосное лечение и сучасные методы реабилитации. Отповедать таким критериям повинна медицина усех белорусских регионов. Калинковицкий район – не выключение. Подводячи выники 2019-го, мясовые урачи, а так само их пациенты, могут уповненно сказать, есть чем радоваться и чем гонориться. Материально-техническая база пополнилась высокотехнологичным обсталяванием, обновленный аутопарк, у каждом отделении з'явилися палаты повышенной комфортности. Сделаны ремонты благодаря нашим спонсорским каким-то организациям, которые сделали ремонт своими силами. Полностью обновили эндоскопическое оборудование. Сейчас там заканчиваются ремонты. У новых палатах акушерского отделения для молодых мать и детей усе умовы, как суместное знаходжение, было максимально комфортным. Все нравится. Я очень довольна. Не ожидала. Заботливая, так как и к ребенку, и к нам. Такие палаты повышенной комфортности зараз есть у каждом отделении районной больницы. При этом ремонтные работы и доброго упорядкования проводились за кошт сродков предприемством Калинковича. У каждого спонсора свое отделение. До того ж, у распоряджения урачов акушерского отделения теперь сучасная операционная, максимальная стерильность и минимальная колькость обсталявания. Але яну дозволяя проводить у тым лику складанные хирургичные умешальництвы. Сярод новинок – фитальный монитор, який дозволяя контролювать унутривантробное сердцебице одразу двух малых. Рассчитан для регистрации сердцебиения двоих. Мы знаем, как протекают роды, как чувствует себя ребенок во время родов и можем прогнозировать, хорошие ли будут у нас роды, хороший ли исход для ребенка и матери. Только из районного бюджета в этом году Калинковичской охоте здоровье выделено около 500 тысяч рублей. Такую ж сумму на развитие медицины и умоцывание материально-техничной базы додалей забластного бюджету. Сярод новаций – три стоматологичные установки для специализованной поликлиники. Здоровые усмешки – жихарам Калинковицкого района дорадь 11 урачов-стоматологов и 12 зубных фельдшеров. Яшей шесть специалистов працуют на везце. Пироваги новых стоматологичных установок поспели оценить и пациенты, и сами урачи. Машина более эстетична, современна, сенсорная работа лампы. Она соответствует всем стандартам в плане эргономики, удобства работы, всем тем требованиям, которые сегодня предъявляются к стоматологическим установкам. Но, естественно, новая любая техника, она должна служить априори долго, надежно, качественно. На данный момент она пока себя зарекомендовала очень хорошо. Со слов пациентов тоже в ней лечиться довольно приятно, сколько я спрашивал. Поэтому, в принципе, по большому счету, действительно хорошая вещь, очень нужная. Подчас рабочего визита у стоматологичную поликлинику старшиня Калинковицкого райвы-конкама Сергей Гвоздь и депутат Палаты процтауников национального схода Яуген Адаменко погутарили с коллективом, выслухали просьбы и пожадания. Свои пропановы смогли выказать и медики районной больницы. Сустреча с керавництвом района стала доброй нагодой подвести выники года, поддяковать спонсорам за подтрымку, повиншовать один одного и пожадать головного, моцного здоровья. Катерина Юрченко, Лидия Поттер, Олег Фицнер, телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Подарунок до Нового года передали отделу адукации Мазырского района. Одразу два автомобиля пополнили парк техники. Машины уже выпробовали в Ушне Козинской средней школы. Дедуля Мороз и Снягурка зазвернули у школы в дни каникулов. Правда, на этот раз дорогие подарунки не смогли сместиться у мяшку. По команде Деда Мороза у двор заехали две машины. Изотермичный фургон и школьный автобус. Такий новогодний подарунок в системе адукации зарабили районные улады. 145 с половой тысяч рублей на набытье техники выделены с мясового бюджета. Транспортную проблему по угоду тому огучили на посаджении райвы Конкама, где разглядались пытания готовности до нового научного года. Данные две транспортные единицы пополнят наш транспортный цех и позволят нам обеспечить безопасность при подвозке наших детей в сельской местности и обеспечить нормальный кольцевой завоз продуктов. До этого часа у распоряджения отдела адукации был один фургон. Еще одну машину приходилось наймать. Что тысяча автобусов с ними еще больше складано. Для подвоза детей заборонено выкористовывать технику старейшую за 10 годов. Тому школьные автобусы, которые до терминового отправлены на пенсию, передают в сельско-господаршие организации. Новая техника оснащена сгодно всем иснующим потребованиям. Данное транспортное средство предназначено для подвоза продуктов питания, в котором есть холодильник, который поддерживает до 20 градусов по Цельсию холода. И отдельно есть фургоны для продуктов питания, которые не требуют холодильной установки. Автобус обеспечивает полную безопасность детей. Там установлено 23 посадочных места детских именно для детей. Все оборудовано спецсигналами. Установлено ограничение скорости. Зараз у автопарку отдела адукации 10 школьных автобусов. Такой колькости техники достаткова, каб забеспечить доставку до месяца в учебу детей задаленных вёсок. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова